Ярославский вокзал главный вход но смотрите какой он высокий там каждый этаж наверное метра по 7 по 8 нож не знаю но предполагаю здесь снаружи вот здесь два этажа а здесь возможно где-то еще и половинка третьего Ярославский вокзал если кто-то не знает как жить дальше если кто-то не знает как жить дальше ну тогда живите ближе ладно давайте мы сейчас вокруг него обойдем здесь у нас памятник архитектору шехтель федор осипович автор здания ярославского вокзала видите ли как ярославский вокзал автор которого является не ярослав так мы чем давайте уже по закономерности загадаю вам загадку значит не лед а тает не лодка а уплывает что это но я в конце значит ролика скажу правильный ответ что такое что-то такое то что не лед а тает не айсберг не лодка а уплывает но я пока еще пройдемся давайте снаружи именно этого вокзала пока еще дождь а не начался потому что сегодня обещали такую грозу которая уже прошла но была обещана сегодня весь день сейчас давайте прям подальше даже отойду через дорогу тот самый легендарный универмаг московский а вот там тот самый казанский вокзал который мы попозже обозреем чуть правее прям прямо по курсу это гостиница ленинградская там ленинградский вокзал на котором мы были в прошлый раз это красивое здание со звездой наверху на которой по моему серп и молот это вход в станцию метро точнее даже выход прямо из нее станция метро комсомольская а это ленинградский вокзал точнее ярославский вокзал который проектировал не ярослав но сейчас кстати давайте скажу тоже такое кратенькое объявление то что я еще занимаюсь подбором персонала на рабочие места поэтому если кто-то желает в ну там подработать есть дистанционная работа есть работа на локации графики есть и сменные и двухчасовые но допустим там два часа в день работать надо не целый день не 24 часа а всего лишь два часа в день как когда-то завещал дедушка сталин но он завещал конечно пять часов но это было в те времена при тех технологиях сейчас же современная технология позволяют сократить рабочий день до двух часов я уж не говорю про свободный график про дистанционной кстати есть еще направление где график свободный поэтому желающие пишем прям в комментариях этого ролика только не пишите мне на почту потому что каким-то образом оказывается на канале не скрыта почта не знаю как там ее нашли журналисты но они мне писали то что хотят взять мой ролик себе в репортаж точнее там какую-то часть из него а я это письмо увидел только-только через полгода ответил а там не кто-то пишет что неужели почта россия добралась и до вашего вашего канала как-то так здесь кстати как я понимаю еще один вход и выход на вокзал написано москва здесь различные перекусить попить даже сладости есть здесь вход на пригородные поезда то есть прям сзади вокзала да вот эта задняя часть это противоположено передней с которой мы начали вот именно с этой части вход на пригородные поезда это по московской области и по соседним областям он прям прямо по курсу тот фонтан это на которой мы сейчас остановились я даже если честно не знаю получится ли мне сейчас выйти на ту сторону что-то так там все в заборчиках и у меня есть подозрение то что там все заканчивается либо турникетом либо чем-то еще либо там есть какой-то выход но мне сейчас целый километр нужно будет чтобы его обойти поэтому если сейчас именно так и окажется то я вот видали да то есть все таки тупик вход не запрещено запрещен он как-то так ладно тогда давайте теперь я телепортируюсь на исходную на центральный вход и тогда как раз покажу вот эту локацию эту сторону вокзала которая за забором без колючей проволоки но и продолжаем с того же самого места я сейчас вернулся на исходную но по видеоряду я телепортировался и давайте теперь пройдемся в ту сторону вот мы уже видели через дорогу универмаг московский но и пока не забыл что давайте скажу отгадку на загадку не лёд оттает не лодка уплывает это зарплата как-то так кстати да насчет зарплаты и моего объявления пишем прям в комментах я там с вами прям в комментах же и спешусь каком-то следующем посте возму следующем видосе возможно назову свой номер телефона там по крайней мере телеграм но и кстати смотрите за этим самым вокзалом да вот сейчас мы уже по этой стороне идем то есть вот тот самый заборчик прямо по курсу через который нам не получилось пройти не пропустили вот проход запрещен вот смотрите такие узоры прям еще с тех времен когда старались строить красивые здания они просто однотипные человейники самокаты даже если в аренду можно взять покататься но и здесь вход в станции метро как раз кольцевой и походе радиальной ветки вход номер 5 я думаю по входам так же по номерам здесь сориентироваться не сложно начать теперь давайте попробую зайти уже вовнутрь итак зашли мы через этот самый проход который главный вход сейчас давайте посмотрим вначале первый этаж потом поднимемся наверх но и такую загадку задам вот скажите чем занимается сторож на вокзале когда у него на голове сидит воробей вот такая загадка в конце этого самого выпуска скажу на нее ответ а сейчас пока давайте пройдемся по первому этажу вокзала глянем как здесь наверху скорее всего будут только залы ожидания но в общем я думаю можно будет подняться наверх здесь находится столовая советские конфеты называется кстати набираю народы еще набираю людей приглашаем в наши блогерский состав так что если кому-то интересно поучаствовать в съемках то пишите так а здесь кстати вот откуда и куда едут поезда из ярославского вокзала да я не помню говорил или нет но сейчас мы находимся на ярославском вокзале там кстати кассы ну давайте сейчас засниму прям тот самый коридорчик с кассами здесь кассы как обычно вот как то так в общем два смежных зала и там значит такие кассы и вот еще такая архитектура кстати кабинета сорокового о вот только подумал и вижу написано туалета туда значит потом посмотрим где там кабинет сороковый как тоже из анекдота если вам всю ночь снится туалет то лучше проснуться вот здесь тоже лавочки есть напротив касс здесь тоже какие-то коридорчики и здесь скорее всего входа нету а здесь мы видим ту самую сторону с улицы которую обозрели в прошлый раз а это такая вот табличка интересно было бы если вы знаете такая самая табличка еще было бы и какие-то статьи газет на большой стенке или не знаю какие-нибудь интересные книжки или те же самые анекдоты так мы если помните зашли по правому коридору а сейчас мы выйдем на центральный или левый коридор а здесь прям такой большой плацдаром и здесь тоже касса сколько там 9 касс и одна из них даже работает ничего себе видали да из 9 касс работают аж целая одна так здесь значит выход к поездам вот и вот даже табличка отсюда видно то что проход к поездам дальнего следования сейчас еще пройдемся как раз в ту сторону здесь прямо на вокзале есть бургерная и кстати что-то мне подсказывает то что туда сейчас я не попаду кстати смотрите да как бургерная устроилась заходишь на вокзал проходишь через рамки и оказываешься сразу в бургерной я даже не знаю да и получается так что ты не сможешь попасть на вокзал когда ты эту бургерную не пройдешь прям наверное такое знаете самая самая выгодная локация но и кстати да еще пользуюсь случаем напомню то что сейчас я еще работаю в подборе персонала на рабочие места то есть если вы хотите поработать в москве или дистанционно в фиксированном графике или в свободном то можете мне написать вот прям под этим видосом в комментарии ну ладно в качестве исключения поскольку я уже нахожусь в самом центре вокзала скажу свой номер телефона и так 8 900 но через код это будет плюс 7 981 458 8 8 6 4 только если будете звонить по всякой фигне так сказать буду блокировать я предупредил смотрите здесь получается сразу вход можно войти в метро комсомольская прям сразу отсюда как я понимаю это нужно будет потом протестировать пройти посмотреть и сейчас все-таки попробую подняться наверх здесь с этой стороны все-таки камера хранения то есть центрального коридора нету не левого не центрального там только что-то светится какой-то киевси я сейчас поднимемся на верхний этаж а ну да чуть не забыл сказать отгадку на загадку кто сидит на на типа чем занимается охранник на вокзале у которого сидит воробей охранник спит в этот момент вот этим он и занимается забыл сказать отгадку поэтому сейчас видос придется монтировать вот идем прям по центру по центру по центру зала на первом этаже и сейчас поднимемся наверх на второй этаж откуда выезжают на моря возможно кстати давайте такую загадку задам каких камней нету в моря в морях в океанах каких нету камней сейчас как раз в конце ролика отвечу на эту загадку но и здесь у нас такой огромный большущий зал ожидания но прикол такой то что я за все это время так и не увидел здесь кабинет сороковый но я имею ввиду туалет здесь прям куча всяких лавочек но я имею ввиду скамеек где можно подождать так сказать зал ожидания здесь такая большая стеклянная стенка при можно увидеть что находится за ней но и давайте сейчас как раз покажу что находится за ней так 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 там как раз через вот эту площадку от нас вот тот самый кстати фонтан который неоднократно попадал в наши видосы за ним как раз тот самый ленинградский вокзал которому мы посвятили наш прошлый день здесь дерево да но дерево настоящее реально прям вишня настоящее дерево вот смотрите в земле прям вот это да вот у себя дома такое посадить чтобы прям на кухне вишня росла хотя я знаю люди выращивают по крайней мере овощи там зеленый лук что-то еще прям можно поставить в стакан с водой луковицу а если что-то посерьезнее то прям ведерко с земелькой и что-то посадить вот и у тебя на кухне будет будут расти всякие овощи фрукты зелень ну и так далее а здесь получается за этой самой стенкой мы видим перроны точки отправления это кстати такой смысл знаете панорамный мне напоминает аэропорт на нескольких прям аэропортах есть такое то что ты прям из окна вот такая большая стенка я конечно не знаю что это означает а новый ургал это название скорее всего городов поселков вот куда тында моревая что давайте вот так покажу вам может узнаете какой-то свой город так усть-илимск куршуниха вихоревка лена лена восточная 1981 это прям какая-то перекличка звездная ния небель керенга так улькан кунерма забайкальск но это точно город новый у оян таксиму ну ладно здесь как раз сами можете прочитать куанда новая чара и кабья хани сразу извиняюсь если ударение неправильно поставил то вы меня поправьте в комментах так олегма чельчи юктали лабра лопча и кстати смотрите здесь прям по-моему года идут а ну года по-моему так в разброс тында моревая дипкун так что там у нас тут аул верхне зейск огорон тунгала дугда февральск этеркен исаолонка новый ургал но и немного там что-то пооставалось смотрите здесь прям такой рояль это кстати во многих торговых центрах есть такая фишка то что любой желающий может присесть и поиграть за роялем но если конечно умеет играть вот но здесь почему-то рояль закрытый так а я бы его открыл бы знать если там кто-то начнет храпеть то как заиграть на рояле чтобы он проснулся так так сулук герби джамку амгунь постышево эворон хурмули комсомолькс на море вот это я точно знаю советская гавань и сейчас как раз там так в ванину так ну что здесь есть что-то тоже какой-то небольшой буфет самообслуживания можно что-то взять попить так ну а здесь как раз зал ожидания а даже можно взять перекусить правда только одни сладости но не считая чипсов взяли бы там хотя бы какую-нибудь шуруму бы там сэндвичи что-нибудь такое бы еще запихнули так но что-то кабинета сорокового я так и не нашел а вот смотрите написано туалета давайте все-таки я сейчас не буду терять надежду прям по стрелкам пройду так где находятся туалеты смотрим сюда так сейчас если что я здесь буду нажимать на паузу а ну его точно значит поворачиваем от этих аппаратов хотел сказать препаратов и вот здесь как раз кабинета сороковая здесь табличка что когда выезжает и вот как раз кабинет сороковый мужской там дальше сороковый женский ну что ж пришло время сказать отгадку на мою загадку что там я уж не помню что я там загадывал а ну да вспомнил каких нету камней в морях и океанах сухих сухих нету камней в морях и океанах ладно ставим палец вверх подписываемся на канал там не помню объявлял я то что набираем народ людей на работу желающих поработать в фиксированном или свободном графике в общем график на выбор есть двухчасовой график в день пишем в общем в комментариях прям пишем я вам потом сам отпишусь а знаете что давайте я вам сейчас засниму как раз путь как из ярославского вокзала можно пройти прям в метро не знаю насколько это правда конечно но давайте попробуем пройтись выйдем или не выйдем мне же самому интересно если там проход в метро или нету я прям реально из метро бы я сюда бы не попал то есть но от слова совсем вот здесь прям напоминает какие-то катакомбы бомбоубежище прям смотрите вот если на ленинградском хотя бы там типа такое еще достаточно проходимое место минус первый этаж то здесь я вижу совсем прям такие катакомбы вот ну прям на самом деле есть выход в метро но в общем вы поняли да это получается когда с первого этажа нужно завернуть за те стенды которые напротив камер хранения и вы попадете вот в такой коридор кстати как-нибудь потом засниму видос как из метро сразу попасть на Ярославский вокзал не выходя на улицу ну допустим сегодня когда на улице ливень чтобы зонт не доставать прям сразу чтобы попасть на вокзал и прям случайно явно я вот прям реально случайно обнаружил сейчас сегодня этот самый проход как оказывается можно попасть в метро не выходя на улицу прям с вокзала вот здесь смотрите да просто подходим к турникетам сейчас я попробую по своей карте пройти так а ну-ка так поднесите карту предъявите билет а ну-ка но все хорошо прям по тройке свободно прошел так здесь нам напишут метро комсомольская туда сразу выходит он на обе станции это на кольцевую и на радиальную ну кольцевая коричневая а радиальная это красная вот оказывается как то так вот но что значит здесь также напомню то что набираем народ на рабочие места свободный график фиксированный график дистанционная работа работа на локации поэтому в общем как что-то пишем в комментах я вам потом сам отпишусь так только знайте я вот сейчас одного не понял такого прикола а какого я сейчас выходил на улицу не у меня то безлимитка я то сейчас попаду но спустя 7 минут а да таймаут ждите так ну значит проскочил я сейчас на станцию и кстати смотрите я вот сейчас сюда зашел да оказывается через те турникеты нужно было не выходить потому что я вышел на турникеты электричек сейчас давайте-ка мы попробуем после всего этого зайти в метро что-то мне подсказывает то что сейчас как что-то спешит у меня а нет пропустила ну а вот получается по стрелочке заходим в коридор я надеюсь сейчас хотя бы мы идем не на улицу вот прям очень сильно надеюсь потому что сейчас вы стали свидетелями такой путаницы то есть и ладно у меня то еще это безлимитка а прикиньте да там на кто-то вот так по карте зайдет непонятно куда потом выход обратно не приложит и у него там много спешит в общем смотрите мы мы зашли на этот самый островок на эту площадку на которой неоднократно уже были кольцевая туда красная радиальная вон туда я уже спущусь на кольцевую ладно что значит жмем палец вверх подписку на канал и до следующих встреч встречи